В нашей жизни часто бывают ситуации, когда мы вынуждены что-либо делать, ну, то есть действия не по собственной воле. Как это будет звучать на немецком языке? Давайте мы сейчас разберем с вами один прекрасный глагол, который звучит «цвинген». Буковка «цет» – плохая буква, она всегда дает звук «ц», как цыпленок. «цвинген». Вот что мы должны прежде всего прочитать его правильно, и это и есть перевод «принуждать», «вынуждать» кого-то что-либо делать. Это неправильный глагол, он в прошедшем времени будет изменяться. «цвинген», «цванг», «гутсвонген». Давайте потренируем сначала в настоящем времени, чтобы мы поняли, в каких ситуациях уместно его использовать в немецком языке. «цвинген». Итак, например, если вам необходимо выполнить какое-то задание, я повторюсь, не по вашему желанию, то есть как более принудительно, тогда берем вот этот «цвинген». «Их цвинге meine Kinder, jeden Tag Deutsch zu lernen». То есть я их прям вот заставляю это делать. Этот глагол также еще используется с предложным управлением, то есть к нему относится свой застывший предлог. «Принуждать к чему-либо». Вот опять показываю наше вот это, как перемещение к какому-то поводу мы. И кратулирую «цунге борсток». И теперь «цвинген», «цу». То есть к чему-то мы кого-то принуждаем. Именно вот принудительно. «цвинген цванг гетцвунген». «Воцу hast du ihn гетцвунген». То есть к чему ты его принудила, побудила, заставила это делать. «Der шеф hat seine kollegin gezwungen, запятая, jeden Tag eine Bericht zu machen». То есть шеф заставил своих коллег каждый день делать отчет. «Zumachen», потому что теперь второе предложение уже соединяем при помощи «цу». Все это вы знаете, да, «цу зац» – это отдельная конструкция сложного подчинения. «Hat gezwungen» – вот теперь мы вышли на партицип. «цвинген», «цванг», «gezwungen». И с предлогом «цу», то есть «вотцу», «дацу», да, то есть «к этому меня принудили». Или конкретно показываем. «Czu diesem job», да, то есть «меня к этой работе принудили». Ну и если мы это слово будем делать уже как прилагательное, то есть «какой?» «Я вынужден», «я вынужден что-то сделать». «Ich bin gezwungen», «я есть какая?» «Вынужденная», «принужденная», да, запятая, «что-то zu machen», «zu kochen», «zu kaufen». «Sin sie dazu gezwungen», запятая, «deutsch zu lernen» «oder, das haben sie selbst ausgewählt, diesen weg zu machen?» Пишите в комментариях любой свой пример с глаголом «цвинген». «Wozu sind sie gezwungen?» К чему вы вынуждены, что вас заставляет кто-либо делать, чтобы запомнить этот глагол. С вами была Анжелика. Не прощаемся. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Пока-пока.